Что такое искусственная душа и черная душа? И как она постепенно превращается в искусственную душу? Здравствуйте! С вами Юджиния Квант. И сегодня я хочу вам рассказать о том, что является главным в нашей жизни при достижении целей и как этим связана душа. Что на самом деле, то, что самое важное для нас, это основа всей нашей жизни, и мы стали ее считать приходящим. А внешние факторы сделали опорой. И отсюда очень много идет деструктивных элементов в нашей жизни, и мы не понимаем, почему вдруг мы начинаем тосковать по чему-то далекому и глубокому. И мы не понимаем, почему весь мир для нас кажется искусственным и кислым. Всю наша жизнь превращается в существование. Вот как раз мы об этом сегодня будем говорить. Досмотрите до конца, и мы сделаем замечательную практику на ощущение своей души. Немного расскажу о себе. По первому образованию я экономист. По второму я психолог. Также являюсь автором более 50 программ, направленных на раскрытие потенциала человека, на возможность обрести здоровье, достаток, на то, чтобы раскрыть свое предназначение, увидеть свой уникальный путь. Также очень много занимаюсь в сфере трансформации, ключевых сфер жизни человека, и в частности квантового целительства и энергетической хирургии. И в одном я убеждена точно. Я никогда не поверю в то, что человек приходит сюда бездарным. То, что у него нет какой-то уникальности. И совершенно четко за все годы опыта я поняла одно, что каждая наша мысль, каждое наше движение эхом отражается во Вселенной. И это так. И в конце концов наступит время в текущем воплощении всегда у человека для того, чтобы посмотреть назад и оценить весь свой путь. И вся моя задача этой жизни – это выстроить, помочь тем, кто готов идти, помочь тем, кто готов посмотреть внутрь себя и убрать иллюзии, снять, смыть эти иллюзии божественным дождем. И уже собрать свою целостность и проявлять свою яркость и своего гения. Потому что проявление только личного гения нам дает истинную радость. Итак, ближе к практике. Наша душа и достижение целей. Давайте разбираться, как все это связано. Когда мы идем к цели, мы в основном замечаем точки, точки перехода. То есть мы не замечаем сам процесс, который идет, который есть между этими переходами. Когда мы думаем о цели, мы сразу как бы перескакиваем в эту цель. То есть мы ее конкретно видим. То есть мы не видим весь путь. Мы как бы не отражаем этот процесс в себе. И, конечно, когда мы сделали 99 шагов и из 100 мы не достигаем успеха. Осталось вот столько, вот совсем чуть-чуть. И получается, что мы растратили все силы, получили разочарование и сделали определенные выводы и программы, которые записались на уровне чувств в нашем теле. Когда мы идем в потоке души по своей жизни, мы входим внутрь этой жизни. То есть мы не сливаемся с эмоцией. Мы входим внутрь. Как бы мы единый процесс. Мы ощущаем, доверяем миру. И, конечно же, в такой ситуации все для нас всегда готово. В нужном месте мы всегда в нужное время. Для нас всегда самые лучшие люди, обстоятельства, возможности и вероятности. Как будто мы предзнаем. На самом деле душа предвидит и предзнает. Наперед. И когда она предзнает наперед, то мы двигаемся туда. И получаем соответствующий результат. Но если мы немного затянули, если мы растянули зону фантазии, то, конечно, мы начинаем уходить в пустые мечты, которые не реализуются. Но посмотрите, что происходит. Например, мы создали какое-то намерение или цель. Мы подумали о том, даже если простой пример взять, мне нужно идти на работу. То есть я думаю о том, что я иду на работу. Что мне нужно туда прийти. В это время я остаюсь дома. Остаюсь на месте. Конечно же, и не иду на работу, в конце концов. Что происходит? Происходит следующее. Путь мысленно мной проложен. Действие не совершено. Соответственно, если действие не совершено, но мной потрачена энергетика, ресурс на прокладывание вот этого сценария, и если я его не сделала, то этот сценарий займет объект, более подходящий на эту цель. Вот таким образом многие наши мечты сбываются у других. Они просто притянулись к этому маршруту, который мы же создали, на нашей же энергии. И здесь нет смысла обвинять этих людей, кто именно воспользовался нашей энергией. Многие даже и не осознают, что это делают. Но посмотрите, что мы теряем. Мы теряем часть силы своей. То есть, часть своей души, энергии, частицы Бога, которые являемся, являемся присутствием здесь. Любая цель, как и все в жизни, имеет энергетическую и материальную сторону. Вот этот энергетический ресурс и есть наша душа. А материальность – это уже действие, вложенное после того, как мы создали какой-то образ. И если идет разрыв большой, то если мы не действуем, то, конечно же, встраиваются какие-то структуры, которые забирают у нас эту энергию, и мы получаемся как бы без части, без фрагмента своей души. Соответственно, мы же не можем жить не целыми. И мы начинаем это замещать искусственными структурами. Что такое искусственные структуры? Представьте себе звучание какого-нибудь инструмента, например, гитары. И любой объект в этом мире тоже звучит. То есть, кристаллическая решетка наших атомов, она звучит гиперзвуком. Но иногда мы даже физически можем это звучание услышать. Так вот, звучит, звенит струна, настроенная в резонансе со всеми струнами. И вы вдруг резко берете руку и кладете на это звучание. Соответственно, звук останавливается. Энергия из струны переходит в вашу руку. Также и с нами происходит, по такой же аналогии происходит с нами в жизни. Что такое звучание? Наверняка у каждого из вас были моменты в жизни абсолютной радости, спокойствия, безмятежности, ощущения единства с миром и такой внутренней нежности и неги, что вы начинали светиться и любить весь мир. И в это время что-то внешнее в это внедрялось. Кто-то из близких подходил, просил вас вынести мусор, забить гвоздь, сходить в магазин или исполнить какие-то бытовые вещи из нашей обыденной жизни. Но даже если никого не было рядом, то могло произойти такое. Сверлили соседи, случайный звонок, какие-нибудь звуки из внешнего мира, доносящиеся к нам. И вот этот момент этой гармонии, тотальной гармонии, прерывался. И вот эти моменты были у нас совсем недолго. Дело в том, что когда мы настраиваемся на свою душу, нас прерывают какие-то структуры внешние. Я сейчас не буду говорить об эгрегорах, о том, что это есть. Просто назовем их внешние структуры или вторичная матрица. Дело в том, что у нас не хватает времени на вот этот резонанс, чтобы полностью подняться над миром. Что такое свечение и звучание и звучание? Если мы какое-то время находимся в резонансе со своей душой, мы поднимаемся над миром, повышаем вибрации так, что фактически оказываемся декорацией, похоже, но мы оказываемся в другом мире. Что это нам дает? Абсолютное могущество. Из этого состояния вы можете исполнить любое свое желание, вопреки всем линейному восприятию, всем законам, физике и прочему-прочему. Кому это выгодно? Никому. Все правильно. Поэтому наше звучание прерывает гораздо большие структуры и правила этого мира. И когда вот это звучание, когда вот эта нега, эта безмятежность прервана, кусочек захватывается структуры нашей истинной структуры и уходит к той структуре или к тому человеку или объекту, который нас прервал. И наша истинная душа, наш фрагмент души уже становится частью той реальности, того объекта. И мы чувствуем разочарование, мы чувствуем боль, мы чувствуем может быть, мимолетно, да? Возможно, мы это подавили, но это не скрыть потом, когда накапливается критическая масса всего, всех вот этих подавлений, скажем так. И ведь изъятие потенциала идет кругом и повсеместно. Я не хочу вас пугать, я просто хочу, чтобы вы увидели это для понимания того, что происходит. А когда мы понимаем, когда мы меняем восприятие, автоматически наша кармическая оболочка разрушается и на ее место превалирующей становится наша оболочка индивидуальности и предназначений. То есть раскрывается кольцо судьбы. Вот для чего я все это объясняю. И наши отношения, то есть наша культура нас не учит отношениям без противостояния для того, чтобы мы поддерживали свет друг друга, то есть помогали раскрыть уникальность. Отношения с родителями, отношения с партнерами все направлено на какое-то противоборство. Например, представьте себе, когда или вы наверняка узнаете свои ситуации, когда нами командует или мы командуем, что происходит. Налей чаю, принеси это, сделай то. состояние команды, самой команды или приказа вот этого волевого давления уже несет искусственный обертон, искусственное звучание. Конечно, мы это сделаем, мы, возможно, даже привыкли к этому, мы даже это не замечаем, но мы уже сделаем с ощущением, которое, возможно, даже уже привыкли, на самом деле не заметили, с ощущением, вынужденности, не по своей воле. И представьте себе, когда мы говорим, давай вместе попьем чаю, давай сходим в магазин, даже если вам некогда, и вы своему партнеру это так сказали, он это сочтет, как за акт своей доброй воли и сделает это сам для вас. Здесь уже выросли оба и поднялись на новую ступеньку, сохранив свою собственную индивидуальность. Но если при команде и вы пошли и это сделали, часть структуры души, именно вашей волновой формы, энергетической формы, которая первична для построения материи, захватывается, откалывается кусок и уходит к командующему, и вы заменяете это искусственными структурами вынужденности, подавленности. то же самое происходит с упреками и замечаниями. Когда мы упрекаем человека в чем-то, делаем ему замечания, мы отнюдь не преследуем цель сделать его лучше, хотя кажется для нашей личности, что это так. Нет. Когда мы умоляем человека, вспомните ситуации, когда мужья переживают, когда делают мужья замечания женщинам по поводу неприготовленного обеда, недоглаженной рубашки, это я беру простые примеры, или жены, когда делают замечания мужьям по поводу того, что ты даже не можешь вбить гвоздь, какой ты мастер, или когда дети потеряют что-либо и мы начинаем их упрекать, мы сами выдираем кусок души у близкого человека, а самое интересное, что этот кусок возвращается с массой наших же замечаний, с искусственной вибрацией, вот так подменяется вибрация, и в конце, конечно же, того человека, кто делал замечания, тот, кто командовал, тот, кто упрекал, начинают давить вот эти искусственные вибрации, и он начинает разрушаться, и апогей тому всему разрушение физического тела, и, конечно, до какого-то возраста мы можем еще себя держать, а потом, когда мы переходим к какую-то определенную черту, больше половины критической массы у нас уже искусственной черной души, то мы начинаем резко стареть, резко у нас начинает падать тонус жизни и интерес к жизни, так получается, что мужьям-то не нужны хорошие хозяйки, а нужно умолить, упрекнуть человека, также и женам не нужны хорошие хозяева в доме, задача упрекнуть и умолить человека, вот это умоление как раз и является вот этим искусственным заменителем, но даже если вы подумали, что к вам это не относится, вы не упрекаете, вы не командуете, не делаете замечания, не подавляете, но есть другая сторона медали, когда мы боимся оценки, когда мы сомневаемся, когда мы делаем все, чтобы нас не поработили, не унизили, когда мы боимся, что нам будут делать замечания, когда мы боимся, когда мы хотим очень избежать того, чтобы нас упрекали, все то же самое, опять переворот и опять кусок души, и посмотрите, что происходит, когда мы боимся чьей-то оценки, когда мы сомневаемся, когда мы не верим, когда мы уже что-то запланировали на каком-то вдохновении и вдруг отказались от своей идеи, подумали, что у нас не получится, не справимся, что над нами будут смеяться, что мы сделали? Мы взяли и добровольно отдали еще часть своей души тем структурам, которые здесь в невидимом плане, в тонком плане всегда пронизывают все наше человеческое поле рода. И, соответственно, мы, конечно, это все замещаем, но это еще не все. Дело в том, что это вполне осязаемые и ощущаемые структуры. Это все находится в теле в верхнем плечевом поясе. Отсюда весь остеохондроз, хондрозы и блокировка всего шейного плечевого, живота, болезни живота, то есть органов полости живота, руки, сердце, легкие. Вот весь наш верх. Здесь мы строим планы руками, мы действуем. Когда мысли наши расходятся с действиями, у нас хондроз. то есть мы выделили энергию, мы создали мысль и не пошли ее делать, мы разорвали опять свою душу. А самое интересное, что мы ведь это знаем, но мы боимся туда смотреть. Мы начинаем свою жизнь строить, искусственно строить, делать смыслом своих детей, своих родителей, своих животных какое-то занятие, погружаясь. Но даже здесь есть ловушка. Дело в том, что даже наше призвание потом может стать для нас тем, что нас поглотит, когда мы становимся фанатиками этого, для того, чтобы не чувствовать этой боли, для того, чтобы не признаваться в своей собственной продаже. Вот эти куски, вот эти осколки уходят в чужие структуры и та искусственность, та, простите меня, кислятина в жизни, то, когда мы начинаем обвинять других людей, что весь мир виноват, виновата государство, виновата жизнь, кто-то еще виноват, что у нас постоянно насылают порчу и так далее. Да, множественные порчи как раз и происходят в обыденной жизни самопорчи, когда мы как раз сами добровольно заменяем естество нашего звучания искусственной вот этой какафонии, которая есть. И ищем понятные причины, нам не хочется смотреть туда, снимать иллюзии. Кроме того, руки, кисти, плечи это то, чем мы чувствуем, куда нам надо идти, что нам нужно делать, что нам навредит, что не навредит, какую эмоциональную окраску будет иметь наш результат, будем ли мы радоваться результату, закон отдачи и получения, готовность принимать и отдать от чистого сердца. То есть и в конце концов вообще плачевная получается ситуация о том, что мы на самом деле потом начинаем как-то искусственно выстраивать свою жизнь. Даже если мы что-то отдаем, мы что-то должны за это получить, а если мы играем в игру, исполняем якобы берем в плане жертвы берем все грехи человечества, рода и тащим на себе, мы подспудно ждем, что нас Господь Бог наградит за наше мучение, воздаяние будет, то есть именно восполнение всего с лихвой. Но ведь на самом-то деле никакой Бог ничего этого не увидит, поскольку мы можем приносить себя в жертву вечно, отдать, раздать себя по кускам, так ничего не получить, ни любви, ни нужности, ни признания, а можем без того, чтобы себя раздавать, получить это от всего мира, стать признанным этим миром. И как раз секрет в том, чтобы исцелить свою душу, о чем и говорит мой мастер-класс, то путешествие, в которое я вас проведу для того, чтобы восполнить как раз естественные ритмы своей души. Казалось бы, мы разговариваем о более тонких вещах, но на самом деле как раз именно это формирует достижение наших целей и наше процветание. Если мы цельные, все сферы нашей жизни, ключевые деньги, любовь, здоровье, отношения с миром соблюдены, то есть тогда не нарушается этот баланс, а достаток изнутри напрямую отражается снаружи, то есть любое внутреннее состояние сразу проецируется в мир.